Как стало известно агентству Прайм Крым, не все вместе, не каждый по отдельности из воров, упомянутых во вброшенном в СМИ, так называемом прогоне о раскороновании младшего брата Гули, вора в законе Намика Салифова, к этому не причастны. Так же, как и ни один вор в законе не причастен к убийству Гули. Считается, что за убийством Гули стоят братья Ровшина, родной Намик, бывший таможенник, живущий в Азербайджане, и двоюродный Заур, московский предприниматель, которые любой ценой поклялись отомстить за брата, и убеждены в виновности Гули. При этом Гули за убийство Ровшина вины на себя никогда не брал. И ни один вор, в том числе и с друзей Ровшина, в этом его не обвинил. Если даже, теоретически, убийство Ровшина – результат столкновения двух воров, то убийство Гули – акт кровной мести родственников погибшего. На самом деле все перечисленные в прогоне воры были с Гули в той или иной степени недопонимания или разногласия. Но до открытого конфликта ни с кем из них у Гули не дошло. При этом попытки приписать убийство Гули Гураму, Бадри или Шакро, появились сразу же после убийства. Убийца Зейналов не внедрялся в окружение Гули, чтобы его убить, но был завербован, уже будучи его доверенным лицом. Что его толкнуло, подкуп, обман или шантаж пока неизвестно. На что бы ни рассчитывал убийца, пойдя на этот шаг, на громкую славу или долгую обеспеченную жизнь, все пошло не так. По словам источника, Зейналова, чтобы спрятать концы в воду, должен был устранить его сообщник водитель Амир Гамедли, приставленный к нему родственниками Ровшина, но из-за вмешательства полиции не успел. Также говорят, что за выполненный заказ Зейналов так и не получил гонорар. По первоначальной версии, Зейналов совершил убийство из личной неприязни, но в беседах без протокола уже не отрицает, что по найму. При этом якобы признался, что заказчиком убийства потом должен назвать Квежоевича. Развивая свой успех, заказчики убийства Гули переключились на Намика, который стал для них новой целью номер один, так же, как и они, для него. Что касается отношения к Намику воров, фальшивый прогон, который должен был деморализовать и дискредитировать Намика, напротив показал, что воры не имеют к нему претензий. То, на что турецкая полиция может закрыть глаза в отношении азербайджанца, никогда не сойдет с рук грузину или представителю любой другой национальности. Всем ворам нужен в Турции собрат азербайджанец. Лучшей кандидатуры, чем Намик, пока не существует. Намик не Гули, но тоже далеко не подарок. Признавая высокий авторитет Гули как вора, Намик был обречен оставаться в его тени. А по ментальности и складу характера на большее он и не претендовал. Уважение старшего брата Намик завоевал еще 16-летним подросткам, когда выпустил обойму в того, кто стрелял в Гули. То, что имел Гули к моменту выхода на свободу, во многом было и заслугой Намика. Став вором, Намик не был послушным исполнителем всего, что скажет Гули. По многим вопросам у него было свое мнение, поэтому их не так часто видели вместе, как может быть, хотелось бы Гули. Если Гули шел на пролом, не признавая авторитетов, то Намик больше склонен к компромиссу. В отличие от Гули, Намик совсем не публичен. Но теперь у Намика нет другой судьбы, кроме той, чтобы продолжить дело брата. Продолжение следует...